друзья привет это очередной выпуск моей инвестиции сегодня 22 февраля вторник я специально не делал обзор портфеля выходные я обычно делаю в субботу я этого не делал потому что я предвидел что случится в понедельник но я не закрывал ни одну позицию в пятницу что посмотрим что у меня в портфеле на данный момент и так на данный момент в моем портфеле находится 491 1387 рублей но это можно не считать минусуем и на 0,7 процента то есть мой портфель в данном моменте в минусе на 3281 рубль и так начнем и так начнем с того и так начнем с того что от чего я избавился в своем портфеле я закрыл 15 февраля позицию по western union закрывал ее на 20 долларов 20 центов в данный момент компания торгуется на отметке 19 долларов 53 цента то есть неплохо я закрыл сейчас весь рынок начинает понемножку отрастать и так сегодня я пополнил еще свой счет на 111 долларов на эти деньги я купил одну акцию gilead science и остальные я поменял на российские рубли поменял я по 80 рублей 76 копеек также еще вчера в понедельник 21 февраля я поменяла тоже доллары у меня там оставалось 207 в свободном остатке я поменял их на российские рубли по курсу 79 рублей 20 копеек но немножко поспешил надо было сегодня закрываться и так не уходя далеко от темы доллара скажу какой сейчас курс 79 рублей курс доллара к рублю насчет доллара я не думаю что он вырастет там до 90 рублей за один доллар или он мы увидим 100 рублей за доллар это конечно возможно возможно но я думаю мы все-таки этого в данный момент в этом месяце в этом году я думаю мы этого не увидим теперь давайте пробежимся по моему портфелю и какие бумаги у меня находится в минусе а в минусе у меня находится практически все бумаги которые у меня имеется gilead science минусуем на 2 процента больше 2 процентов торгуемся в районе 61 доллара 22 цента у меня средняя в портфеле 62 доллара 57 центов в моем портфеле 21 акция на сумму 1285 долларов соединенных штатов америки полиметал как мишки гайми на виражах он сегодня скакал как мог можно было было прекрасная возможность заработать сегодня была ужасная волатильность поэтому кто воспользовался тот молодец у кого был кэш на вот этих всех непонятных моментов когда тебе страшно что-то покупать нужно обязательно покупать потому что как говорит практика 2008 там 2009 года тот же возьмем присоединение этого крыма 2014 год чехарда на рынке всегда есть всегда есть паника но мы все равно встаем на с колен и подымаемся и рынок отрастает поэтому если все вокруг продают покупай и так вернусь к полиметаллу минусует он у меня в портфеле на 16 процентов даже немножко больше 16 целых 33 сотых процента мы видим минус по полиметаллу 11000 в портфеле у меня их 50 штук средняя цена у меня 1360 рублей за одну акцию в райзен сегодня ходил минус 3 доллара плюс 3 доллара то есть он отпускался до 50 долларов за акцию и в данный момент торгуется в районе 53 долларов 70 центов за акцию у меня это самая большая доля в портфеле 41 акция средняя 54 доллара 22 цента и минусуем и чуть меньше процента 95 0,95 процента минус 21 доллар нлмк и наломка меня на самом деле радует показал хороший спуск отходили мы до 186 рублей за акцию и сегодня мы торгуемся на отметке 215 рублей за акцию хорошая возможность для тех кто у кого был действительно кэш потому что я находился в позиции и я не закрывал в пятницу данную акцию хотя я знал что в понедельник мы откроемся в большом минусе но я этого не сделал потому что я как бы не рассчитывал на столь спекулятивные возможности я думал мы упадем и будем болтаться на сильный отскок я не рассчитывал до понедельника на счету у меня 350 акций 214 рублей 80 копеек это средняя цена за акцию и пока плюсуем на 0,38 процента в моем портфеле русагра отработала по тому же сценарию спустились 905 рублей за акцию сейчас отрастаем до 989 рублей за акцию так много 10 штучек два раза я по ним получал дивиденды надо было продавать их летом когда они стали тысячу двести шестьдесят их был исторический максимум надо было их продавать но я оставил их из-за хороших как мне казалось тогда дивидендов а дивиденды у них действительно хорошие их можно держать у себя в портфеле но как показала практика роста они пока не показывают то есть прошел уже год и я вернулся к той же цене как по которой я их и покупал и так так нефть я покупал два раза акции так нефти вчера до вчера я закупал по цене 420 я купил и купил немножко раньше по 450 если бы я знал что во вторник они опустятся на 360 я купил бы по 360 и сейчас бы я находился бы в плюсе уже в существенном большом плюсе но ничего страшного в моем портфеле на данный момент 167 штучек акции тот нефти обычка средняя цена у меня 463 рубля и минусуем ну почти на десять процентов минусуем конечно жалко но думаю мы отрастем в ближайшее время ближайшее время потать нефти мы отрастем и получим свою долгожданную прибыль из акции все кэшем у меня на данный момент 4000 рублей и те стоят в заявке на покупку тот нефти по 370 но думаю сегодня мы эту цену уже не увидим и так друзья что же это было что же было за понедельник такой у нас черный обычно бывает черная пятница это у нас прям был такой черный понедельник кто-то хорошо на этом заработал кто-то хорошо на этом потерял я надеюсь вы мои зрители кто смотрит меня в понедельник заработали они потеряли если вы находились в позициях то вы ничего не продавали а только покупали ну или хотя бы оставались в тех позициях которых вы находились то что мы наблюдаем на политической карте мира этот конфликт между россией и украиной я не знаю я думаю наше правительство просто не заинтересована в том чтобы мирным путем разрешить данную проблему как и не заинтересована в этом в этом решении украинская сторона я проживаю в ростовской области у меня до границы с так называемыми независимыми республиками днр и лнр чуть меньше ста километров то есть если начнутся какие-то реальные боевые действия на российско-украинской границе то я об этом узнаю наверное практически одним из первых до в ростовскую область приехала много беженцев из донецкой народной республики даже в том поселке в котором живу я находятся те самые беженцы которые бежали от возможной войны на донбассе искренне жаль всех людей всех тех мирных граждан которые столкнулись с этой ситуации и не знаю была моя воля и наверное вывел бы в чистое поле путина зеленского байдена и попросил бы их просто разобраться между собой чтобы обычные люди обычные граждане никак не страдали кто останется из них живой тот пусть и будет реальным победителем ну так и вернемся к рынку и что же делать в данной ситуации я думаю что-то страшное у нас не произойдет данную коррекцию которая проходила в понедельник сегодня в первой половине вторника можно до считать то что мы отыграли тот рис который был заложен и следующее продолжение недели я все-таки рассчитываю на то что мы выйдем опять зеленую зону и у каждого из нас портфель будет окрашен в зеленый цвет они в красный завтра 23 февраля российский рынок работает скорее всего не будет ну не скорее всего точно работать не будет на американском что-то конкретно происходить я тоже думаю не будет конечно будем следить за ситуацией но в моем портфеле в данный момент свободного кэша практически нет поэтому какие-то новые покупки совершать я не буду друзья на этом все подписывайтесь на канал ставьте лайки оставляйте комментарии с вами был евгений это проект моей инвестиции и всех с 23 февраля всем пока у меня не будет Продолжение следует...